Всем добрый день! Сегодня буду изготавливать интересную, а самое главное крайне необходимую штуку для жены, для себя, для семейства. Вперед из песней! Устройство будет иметь модульную конструкцию и в первую очередь я займусь изготовлением блока питания. Основой выступает трансформатор, понижающий сетевое напряжение до 12 вольт при токе 600 мА. С положением этого агрегата я определился и даже уже изготовил крепежную пластину. которая прижимает трансформатор к текстолитовой пластине. Теперь необходимо подготовить отверстие для размещения диода выпрямительного моста. Это будут диоды КД202. Во-первых, ток выдерживаемый таким элементом составляет 5 А, чего более чем предостаточно для наших целей. Ну а во-вторых, что также очень важно, диод имеет очень привлекательный, я бы даже сказал, теплый внешний вид по сравнению со всеми современными диодами. Это бесспорно. Заразная краска советская. Поправим позже. Также были предусмотрены отверстия для специальной колодки. В последствии, когда я буду заниматься электрическим монтажом, на данную колодку будет установлен электролитический конденсатор для взглаживания пульсаций после выпрямительного мостика. Стабилизатор напряжения будет размещен в близости с трансформатором. В этих же краях я расположу и радиатор. Кстати, мне не очень понравилось значительное расстояние между микросхемами. Это не очень привлекательно. В этой связи вытачивают дополнительный элемент. И охладительная, охлаждающая площадь радиатора увеличится, и эстетика будет получше. Что касается печатных плат. Печатные платы будут фиксироваться через латунные втулки друг над другом. Конечно, лучше было бы задействовать втулки из какого-либо изоляционного материала, но у меня подходящих не нашлось, к сожалению. Сейчас самое интересное. Прежде всего понадобится фтеропластовая шестерня, которая была выдрана, не побоюсь этого слова, мною, из старого струйного принтера. Каких-либо механических задач эта деталь выполнять не будет, а будет играть роль держателя для лампы. Но для начала необходимо произвести ряд некоторых токарных манипуляций. Закончив с токарными работами, с помощью эпоксидной смолы вклеиваю в заготовку держатель для светодиода. Диаметр удерживаемого светодиода 5 мм. В то время, пока сохнет эпоксидная смола, изготовлю еще один мини-светильник. В качестве материала алюминий. Сверлю сквозное отверстие диаметром 6,5 мм и протачиваю наружный диаметр. Затем рассверлю отверстие до диаметра уже 10 мм на глубину около 8 мм. Теперь неожиданный поворот. Беру лампочку накаливания и зажимаю ее в классическом серийном патроне. Сам патрон зажимаю в патроне токарного станка и понемногу, не спеша, отрезаю колбу. Собственно, первая часть практически готова. Осталось только произвести электрический монтаж всех компонентов. Однако, эту интересную операцию я оставлю на попожжа. Сейчас займусь вторым этажом. Разбираю всю конструкцию и по размерам гетинаксовой пластины вырезаю еще одну пластину, но уже из оргстекла. Резка оргстекла не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Делаем ровные надрезы с обеих сторон, подкладываем под место реза линейку и отламываем. Вот и все весь секрет. Основой отделки, если можно так выразиться, будет являться здоровенная радиолампа. Аккуратно ее разобрав, удаляю латунные штырьки. Для их удаления достаточно просто рассверлить расклепанную часть каждого из них с внутренней стороны чашки. Естественно, сверлю отверстие в оргстекле для крепления лампы. Крепеж будет произведен винтом М4 с гайкой. Внутри же чашки будет размещена небольшая плата с двумя светодиодами. Примерно аналогичным образом создаются и остальные световые приборы. Что из важного и интересного. Для того, чтобы свет был поярче, я с помощью бормашины и фрезы с алмазным напылением проделываю отверстие диаметром около 4,5 мм. Нужно это для того, чтобы лампа испустила дух. А именно, выпустила так называемый гетер. Кому интересно, что такое гетер, почитайте в интернете. Что касается державок. В данном случае, для разнообразия, они будут выполнены из древесины. Деревом каши не испортишь, как гласит народная мудрость. Спустя всего лишь 3 дня, была изготовлена целая куча различного рода ништяков. Каждый элемент индивидуальный по своей конструкции. Именно этим и обусловлены столь значительные временные затраты по изготовлению каждого. Но ничего, время потрачено не зря. Результатом я доволен. Настало время монтажных мероприятий. Здесь комментарии излишни. И я временно прекращаю голосовое сопровождение. Мой голос свернется очень скоро. Для вас, как для зрителя, пайка закручивания гаек и тому подобные манипуляции продлятся совсем недолго. Чудеса видеомонтажа знаете ли. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот я и вернулся. Фактически устройство готово. Дело осталось за малым. Но перед тем, как я окончательно завершу сборочные операции, проверим работоспособность. Запуск конструкции осуществляется автоматически за счет датчика движения. Внедрение датчика реализовано для удобства пользования светильником. Собственно, для удобства использованы и два переменных резистора, которыми можно изменять яркость свечения как основных сверхярких белых светодиодов, так и вспомогательных двухцветных. На тот случай, если красный цвет наскучит, всегда можно его изменить на зеленый путем нехитрой манипуляции ручкой тумблера. Для того, чтобы защитить сеть чудо-осветительный прибор от посягательств посторонних рук, облачаю его в стеклянные доспехи. Обращаю внимание, центральное стекло не имеет декоративной перфорации, дабы была возможность полюбоваться на все электронные компоненты. Готово. Осталось зафиксировать в коридоре и все. Можно безопасно передвигаться в ночное время суток. Жена по ночам встает ребенка кормить, уверен, заценит. Да и я оценю уж точно. Но там вдруг понадобится проверить на месте ли в холодильнике продукты. Ну, я думаю, вы понимаете о чем я. На сим все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Жму руку. Но посран. Покеда.